Добрый день дорогие друзья, меня зовут Дергачев Максим Алексеевич, я являюсь преподавателем физического факультета Московского государственного университета и мы решили записать курс, посвященный школьной физике, но этот курс не является типичным школьным курсом в том смысле, что это курс школьной физики для юных теоретиков. Мы попытаемся рассказать вам вкратце всю школьную физику, но таким образом, как будто мы рассказываем не физику, а математику. Соответственно, у нас большое внимание в курсе уделено будет математическим основам, каким-то доказательствам и строгости всех выводов, всех формул, какие только возможны, ну за какими-то совсем редкими исключениями, которые в рамках школьной математики сделать не получится, но тем не менее формул являются важными с точки зрения применения их в задачах и так далее. Вот. И в этом отличии, в этой парадигме мы с вами будем жить ближайшие сколько-то лекций. Значит, курс будет устроен следующим образом. Первая часть курса посвящена математическому его обоснованию, математическому введению. Зритель, который не подготовлен к этому, может подумать, что он попал на курс по математике, но это не так. После чего мы перейдем к рассмотрению механики, затем электромагнетизма, затем единым блоком у нас выступит оптика, специальная теория относительности и введение в квантовую физику, и закончим наш курс рассмотрением основ молекулярной физики, ну либо физики вещества, то есть стык уже с химией, и что интересного можно поймать там. Таким образом, я рад всех приветствовать на нашем курсе. Начнем. Итак, сегодня мы с вами сталкиваемся, ну давайте назовем это для начала разделом. 1, раздел 1, математическое обоснование. Итак, первый параграф, который нас интересует, это координатный метод. Итак, сразу договоримся о той идее, которой мы посвятим этот параграф. Мы с вами хотим построить что-то типа мостика между привычной вам школьной геометрией и, наверное, еще более привычной школьной алгеброй, либо, если уж на то пошло, некоторыми началами математического анализа. То есть, так как в физике очень много физических величин имеет векторное представление, представление в виде проекций и прочих разных чисто геометрических вещей, то по-хорошему нам с вами нужно было бы каким-то образом применять геометрию. Но из нашего опыта применять геометрию не всегда удобно, поэтому нам хочется иной раз свести все к алгебраическим учислениям и наша цель сделать так, чтобы это было возможно. Итак, чтобы наше повествование было интуитивным, а не контринтуитивным, начнем с того понятия, которое известно нам хорошо еще со школы, это понятие вектора. Итак, что есть вектор? В стандартном, обычном, школьном учебнике пишут, что вектор это есть не что иное, как направленный отрезок. Ну, давайте попробуем перевести на человеческий язык. Значит, понятие отрезка относит нас к аксиомам евклидовой геометрии, что у нас есть аксиома того, что есть точка, что есть прямая, и отрезок это часть прямой, ограниченная двумя точками. А что же значит направленный? Значит, у вектора есть направление. То есть мы точно знаем, какая из двух точек является началом нашего вектора и какая из двух точек является его концом. Ну, вектор мы с вами будем изображать в виде стильной такой стрелочки, где конец стрелочки это конец вектора, а вот эта точечка будет началом вектора. Все абсолютно школьное. Даже как-то занудно. Ну, вектора мы будем обозначать. А, А, Б, там не суть важно. Все обозначения школьные, поэтому я не думаю, что они вызовут какую-то большую трудность. Итак, но вектор это интересный объект, который на самом деле живет в некотором пространстве, и с которым можно делать определенные операции. Как мы знаем, что у нас есть две самых простых базовых операции над векторами. Первая из операций – это операция сложения. Сложение векторов. Итак, для того, чтобы сложить два вектора, мы можем воспользоваться одним из двух известных нам школьных правил. Берем некоторый вектор А, берем некоторый вектор В. Итак, первое правило, которым мы можем воспользоваться, это совместить начало этих векторов. Тогда у нас есть шанс достроить данную фигуру до параллелограмма, и диагональ, проведенная вот здесь, даст нам некий вектор С, которую мы с вами будем называть суммой векторов А и В. Это так называемое правило сложения параллелограмма. Можем поступить в некотором смысле еще проще. Рисуем вектор А, из его конца откладываем вектор В, соединяем конец последнего вектора, начало первого. мы с вами снова получаем тот же самый вектор С, который является суммой векторов А и В. Все довольно-таки приятно. Вторая вещь, вторая операция над векторами, которую мы с вами хотим освоить, это умножение на число. Ну, строго говоря, умножение на вещественное число. Итак, что же у нас тогда происходит? У нас есть вектор, который есть направленный отрезок, и как мы знаем с вами из курса стандартной геометрии, что у нас любой отрезок характеризуется таким параметром, как длина. Плюс для вектора у нас появляется второй параметр направления. Направление плюс длина, вот оно и дает нам идею о том, как умножать на числа. Соответственно, если у меня есть, ну, давайте я вот просто проведу вектор А, то, например, вот это у меня будет вектор 2А, то есть я сохраняю полностью направление и увеличиваю длину ровно в два раза. Ну и, например, у меня где-нибудь рядышком нарисуем какой-нибудь минус 0,5А. То есть я уменьшил его длину в два раза и, поставив знак минус перед вектором, развернул его в обратную сторону. Ну, это все факты, которые нам известны со школы, а теперь давайте немножко пофантазируем дальше, чтобы органично ввести ту математику, которая нам пригодится в дальнейшем. Итак, как мы понимаем, что геометрия, в принципе, она изучает у нас пространство и какие-то свойства, связанные с ним. Значит, вектор — это вроде бы как геометрический объект в нашем понимании пока что, а значит, вектора должны жить в некотором пространстве. Мы можем назвать его векторное пространство, можем сразу назвать линейным пространством. Ну, тут оговоримся, что если мы используем термин линейное пространство, то, наверное, честнее вместо вектор говорить некоторый объект линейного пространства, то есть, понятие линейного пространства будет более широким, чем понятие векторного пространства. Давайте запишем те аксиомы, которые у нас будут работать в векторном пространстве. Ну, то есть, если мы продолжим писать в нашем стиле, векторное пространство V это множество векторов, удовлетворяющее так называемым аксиомом Вейля. Вейля это был такой крупный немецкий математик Вейля. Итак, всего этих аксиом 8 штук. Ну, давайте, раз уж мы заявляем, что у нас курс для теоретиков, поэтому мы будем использовать максимально умные слова, но на самом деле все эти максимально умные слова имеют максимально простой смысл. Итак, мы подошли с вами к интересному моменту, к очень важному аксиому Вейля. то есть те аксиомы, по которым устроено пространство, в котором живут наши вектора операции, над которыми мы вводим и, соответственно, с помощью чего мы будем улучшать нашу жизнь с точки зрения изучения физики. Итак, мы договорились с вами, что мы будем использовать умные слова, так тому и быть. Первое умное слово. коммутативность сложения. Ну и когда уже проходит первый испуг от этого слова, на самом деле это всего лишь перестановочный закон сложения. То есть идея проста. А плюс Б равно Б плюс А. На самом деле далеко не все пространства в математике и физике могут обладать таким свойством. Поэтому то, что оно выполняется, это замечательно. Значит, второе умное слово это ассоциативность сложения. ну тут уже если кто-то увлекается иностранными языками, может догадаться, что всего лишь имеется ввиду сочетательный закон сложения. Ну, то бишь А плюс Б плюс С. Нам не важно в каком порядке мы производим соответствующее суммирование. Третья история существования нулевого вектора. ну то есть мы будем обозначать его замечательной греческой буквой θ это и это вектор, который при прибавлении к какому-то другому вектору дает тот же самый вектор. Ну, естественно, понимать, что это вектор нулевой длины, раз мы имеем дело с вектором нулевой длины, значит, это по сути просто точка. значит, в векторном пространстве должна существовать точка. Ну, а дальше мы понимаем, что, как некоторое следствие из этой аксиомы, вот, мы с вами можем ввести операцию вычитания. ну, то есть, вектор а плюс некоторый вектор а стильдой дает нам нулевой вектор, значит, вот этот вектор а стильдой мы можем обозначить как минус а и таким образом ввести операцию вычитания в нашем векторном пространстве. Вот. Это не все аксиомы, но в качестве иллюстрации мы с вами можем доказать, скажем, первую простую теоремку. Значит, теоремка будет звучать следующим образом. в векторном пространстве существует и при этом единственный нулевой вектор векторном пространстве. Существует этот называется квантер существования. Восклицательный знак после него обозначает, что существует и при том единственный нулевой элемент. Давайте ее докажем, благо это займет буквально пару строчек. Я буду стараться начало доказательства помечать таким значком. Ну, тут уж вы вольны назвать его как хотите. Хештег диез решеточка ну и соответственно он будет обозначать либо начало решения какой-то задачи либо начало какого-то доказательства и соответственно этим же значком мы с вами будем доказательства завершать. Итак, предположим обратное, предположим противное. Что есть тета 1 принадлежащий пространству В есть тета 2 принадлежащий тому же самому пространству В и при этом тета 1 не равен тета 2. Ну, хорошо. Значит, что мы можем сказать? Рассмотрим элемент тета 1. прибавим к элементу тета 1 элемент тета 2. Так как тета 2 является нулевым вектором нашего пространства, то очевидно, что наше равенство является верным. Воспользуемся коммутативностью. То лишь переставим тета 2 и тета 1 местами. Очевидно, что тета 2 плюс тета 1 будет равно тета 2, поскольку тета 1 также является нулем нашего пространства. Боже мой, что же получилось? Мы хотели, чтобы тета 1 не равно тета 2, а с другой стороны тета 1 равно тета 2. Противоречие. Следовательно, наша теорема доказана. Продолжим наши аксиомы Виля. Пятая аксиома она уже относится ко второй операции, которую мы с вами ввели. Она относится к умножению на число. Ну, то есть, можно ее назвать опять же коммутативность умножения на число. Чтобы избежать путаницы, вектора я буду обозначать латинскими буквами, а числа я буду обозначать греческими буквами. Значит, мю умножить на лямбда а а будет равно лямбда на мю а. Ну, и если уж хотите, лямбда на мю на а. То есть, нам будет без разницы, в каком порядке все это дело происходит. Итак, важный тоже пункт, связанный с умножением, что у нас в наших вещественных числах существует единица. То есть, единица умножить на вектор, мы получим сам неизмененный вектор. Ну, и последние две аксиомы, у них похожее название, теперь уже мы введем очередное умное слово дистрибутивность. Дистрибутивность, она у нас точно так же существует по сложению векторов. Ну, то есть, лямбда умножить на а плюс б есть лямбда а плюс лямбда б. Иными словами, это известный вам со школы распределительный закон. Восьмая аксиома это дистрибутивность по умножению по умножению на число. Ну, то есть, если мы берем лямбда плюс мю умножить на а, мы получим с вами лямбда а плюс мю мюнбда. Итак, напомню, что пространство, удовлетворяющее аксиомом Вейля, в математике называется линейным пространством, либо, если мы говорим конкретно про вектора, векторным пространством. Итак, свойства линейности, вообще, слово линейность, оно на самом деле физике является очень и очень важным, потому что там модные взрослые мужики часто говорят, что квантовая механика линейная, там какой-то раздел физики является линейным, какие-то задачи являются нелинейными, если мы сталкиваемся с нелинейными задачами, то всегда большие проблемы с точки зрения их решения и так далее и тому подобное. В общем, мы пока столкнулись с вами с понятием линейности и давайте попробуем разобраться, что же это на самом деле такое и с чем это едят. Итак, давайте тогда введем еще одно определение линейная комбинация либо линейная комбинация векторов. Опять же, да, мы вводим умное слово для простого понятия. Вот. Значит, под линейной комбинацией векторов мы понимаем следующую сумму. Всего у нас есть н каких-то векторов, каждый из которых мы умножаем на какой-то числовой коэффициент и складываем друг с другом. Важное условие, которое я хочу наложить на те коэффициенты лямбда числовые, которые мы будем здесь использовать, оно одно. Можно его записать вот таким образом, что, например, сумма от и равен 1 до н модуль лямбда итых не равен нулю, что в переводе на человеческий с математического означает, что среди всех лямбда итых есть хотя бы одна лямбда итая, такая, что она не равна нулю. Если кто-то традиционно не любит значок модуля, можно записать то же самое условие в другом виде. Лямбда квадрат итая. не равно нулю. В принципе, это условие это одно и то же, что хотя бы одна лямбда итая у меня в моей линейной комбинации не равна нулю. Итак, ну а дальше линейная комбинация векторов может быть может быть первое она может оказаться нулевой ну равной нулю ну и второе вы не поверите но она может оказаться не равной нулю. Итак, если у нас линейная комбинация векторов, то есть вот такая сумма с вот таким условием оказалась равна нулю, значит мы говорим, что у нас вектора а иты фигурные скобки в данном случае обозначают множество линейно зависимо. Ежели у нас вот эта сумма может оказаться равной нулю тогда и только тогда, если все лямбда иты оказались равны нулю, тогда мы с вами говорим, что у нас множество векторов а иты линейно независимо. Ага. казалось бы я придумал какую-то ненужную информацию но на самом деле с помощью этой штуки мы с вами сможем формально ввести понятие размерности пространства и тесно связанное с ним понятие базиса в данном векторном пространстве. итак введем с вами понятие размерности пространства размерности векторного пространства ну маленький спойлер кину ее иногда пишут справа сверху от самого векторного пространства вот обозначают DIM от английского Dimension измерения размерности вот ну и размерность пространства ВН будет равна N вопрос в том как найти этот N значит у нас должно выполняться два условия первое условие существует хотя бы одна линейная комбинация вот такого вида которая не равна нулю второе условие любая линейная комбинация вот такого вида N плюс 1 лямбда ИТ А ИТ будет равна нулю ну я молчаливо предполагаю что у нас везде в данном случае выполняется вот это условие вот итак отлично если есть у нас векторное пространство размерности N то мы всегда можем выбрать N линейно независимых векторов N линейно независимых векторов давайте ЕИТО их обзовем мы будем называть базис пространство VN обратите внимание что у нас выбор базиса в пространстве не единственный ну давайте покажем это на простом примере итак я живу в некотором предположим двумерном пространстве я могу выбрать базис ровно так как он выбирается в декартовой системе координат то есть два перпендикулярных друг другу вектора тогда любой третий вектор какой бы он у меня там ни был ну вот какой-нибудь там длиннющий вектор я могу разложить как сумму вот этих векторов если спереди поставлю знак минус то очевидно что их сумма автоматически даст мне ноль но ничего не мешает мне выбрать два вектора которые находятся не под прямым углом а под каким-то углом там ну не знаю я пытаюсь сделать 45 не знаю насколько здорово это у меня получается но тем не менее мы с вами понимаем что если мы берем подобную штуку то через нее мы точно также сможем разложить любой другой вектор там с этим связаны какие-нибудь примеры скажем из кристаллографии наверняка многие из вас видели там где-нибудь в кабинетах химии или физики кристаллические решетки и могут себе представить что по ним тоже можно вводить какую-то геометрию с какими-то координатами и так далее и тому подобное впрочем на данный момент в рамки нашего курса это не ходит и мы хотим просто разобраться с тем что базис его выбор не единственный базисов мы можем выбирать великое множество и в связи с этим мы можем вводить различные системы координат и так далее и тому подобное но это пока еще не самый тривиальный для нас выбор потому что координаты мы пока еще строго не ввели мы понимаем их интуитивно и так давайте попробуем теперь ввести все-таки понятие координат допустим у нас с вами есть какой-то базис конкретный давайте мы будем говорить как говорят математики некий данный базис то есть мы взяли некоторое пространство размерности n и выбрали в нем некоторый базис из n элементов тогда согласно определению размерности пространства если я возьму любой вектор x принадлежащий этому пространству и рассмотрю линейную комбинацию вида i равно 1 n лямбда и t e и t плюс мю x то согласно определению размерности у меня в обязательном порядке эта сумма будет равна нулю так как число мю произвольное я хочу выбрать его любым таким чтобы у меня мю было не равно нулю тогда я могу сказать следующее что из этой формулы у меня получается что x равно минус сумма лямбда и t деленное на мю е и т ну давайте мы с вами сделаем небольшое баловство скажем знак минус внесем внутрь и тогда я смогу вот эту конструкцию переобозначить как лямбда с шикарной чертой и т тогда у меня получается что я x вектор x смог выразить через некоторые коэффициенты лямбда с шикарной чертой и т и вектора е и т ну это на самом деле очень круто потому что вот эти штуки лямбда и т мы будем называть координаты вектора x в данном базисе е и т супер и теперь когда у нас с вами появилось понимание того что же у нас такое координаты мы с вами можем уже пытаться баловаться всякими разными интересными штуками связанными именно с ними итак что еще можно сказать про координаты у них есть одно очень важное свойство давайте мы оформим это свойство в виде теоремы все-таки математическое введение поэтому можно позволить себе иногда говорить слова типа теоремы теорема об единственности выбора координат в данном базисе ну собственно название теоремы говорит само за себя в данном базисе конкретный вектор представим в виде единственно возможного разложения то есть набор координат набор координат вектора x в базисе е единственный единственен докажем нашу теорему предположим противное что у нас вектор x можно представить с одной стороны как сумму каких-то x и и и тах а с другой стороны его же можно представить виде и и т и и т где существует какой-то номер к такое что x к хотя бы 1 x к не равен хотя бы 1 y к и так сделаем простую вещь мы с вами понимаем что согласно аксиомам нашего векторного пространства нулевой вектор мы можем представить как x минус x x и т и и т минус y и т и и т ну понятно что мы имеем дело с элементами линейного пространства а значит мы можем записать всю эту штуку в виде единой общей суммы и так мы понимаем что у нас вектора е и т они являются базисными векторами а значит мы можем получить ноль только в том едином случае если у нас каждый вот этот коэффициент равен нулю но если у нас каждый коэффициент равен нулю то у нас не существует такой пары x-катая и y-катая которые окажутся неравны друг другу следовательно мы с вами получили противоречие которые и доказывает нашу теорему так ничего себе казалось бы результат совершенно проходной но ничего подобного то есть получается если я выбрал некоторый базис в данном пространстве а я могу это делать то у меня получается эквивалентно две вещи либо я задаю вектор либо я задаю координаты этого вектора в данном базисе в данном пространстве то есть получается я могу сказать что вообще говоря у меня вектор как таковой это то же самое как набор координат описывающий этот вектор ну когда у нас получаются какие-то такие штуки которые описываются вроде как единым математическим формализмом и при этом они представляют из себя разные объекты ну то есть вектор и там столбец каких-то чисел то математики в данный момент начинают жутко радоваться и говорить что они обнаружили изоморфизм то есть объекты разной природы которые описываются одинаковой математикой ну то есть смотрите что мы сделали на самом деле мы построили мостик мы исследовали с вами чисто геометрический объект который мы назвали вектор а потом всеми вот этими нашими манипуляциями мы достигли того что вместо того чтобы исследовать один геометрический объект который мы называем вектор мы можем исследовать n обычных каких-то числовых объектов возможно если у нас там вектор x например меняется с течением времени то мы можем вместо одной векторной функции рассмотреть изменение ее координат то есть n ее координат ну как правило физика живет в трехмерном либо же двухмерном пространствах ну и соответственно тогда вместо описания динамики одного какого-то сложного вектора мы можем рассматривать описание трех или двух компонент этого вектора и это на самом деле очень-очень-очень далеко идущий результат вот ну что не успеем ему порадоваться как нам нужно идти дальше итак вот мы с вами подошли к замечательному моменту в принципе можно было бы это объявить даже следующим параграфом но откровенно скажу мне не хочется вот ведем с вами еще несколько операций над векторами которые я смею надеяться вам еще со школы известно итак скалярное произведение векторов итак немного об обозначениях иногда я буду ставить круглые скобочки с точкой запятой посредине иногда я буду писать просто как вектор а точка вектор б иногда я буду комбинировать два этих обозначения круглые скобочки посередке точка а б и так далее так вот стандартном учебнике по школьной геометрии под скалярным произведением векторов понимается следующее длина вектора а умножить на длину вектора б и умножить на косинус угла между ними что приятно так как у нас здесь стоит косинус скажем это угол а вектор а вектор б тогда если я перемножаю а на б то у меня угол альфа ведет себя вот так если я перемножаю соответственно б на а то я заменяю альфа на минус альфа но у меня косинус минус альфа равен косинус альфа и именно поэтому скалярное произведение а на б у меня у меня будет равно скалярному произведению б на а задумаемся почему оно называется скалярным вы возможно уже сталкивались с тем что физики есть величины разных типов так называемые скаляры то есть некоторые величины которые имеют только одно измерение как например объем масса плотность электрический заряд и так далее и есть векторные величины типа скорость ускорение сила какой-нибудь там полимагнитной индукции ну и прочее 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 всякие такие штуки вот есть еще более сложные объекты но о них мы пока в рамках нашего курса стыдливо умолчим итак у меня вектор умножить на вектор будет скаляр умножить на скаляр умножить на скаляр произведение трех скаляров дает мне скаляр то есть я умножаю вектор на вектор и получаю скаляр то есть просто число поэтому данный тип произведения векторов называется скалярным произведением векторов ну и тут наверное мне хотелось бы ввести еще следующее определение я его даже весело введу рыженьким пространство в евклидово то есть то что мы изучали с вами в школе если у меня скалярное произведение вектора на самого себя будет больше либо равно нулю причем ноль у меня получится строго в том случае если сам вектор а у меня равен нулю тогда вот такая запись позволяет мне ввести так называемую длину вектора либо норму вектора как корень из скалярного произведения вектора на самого себя вот итак что еще интересного мы с вами можем заметить по поводу скалярного произведения у него есть определенные свойства и эти все свойства указывают на то что это линейная операция свойства скалярного произведения векторов итак мы заметили с вами первое свойство что а умножить на b равно b умножить на а это было просто нулевой вектор умножить на b ну или там b умножить на нулевой вектор это будет нулем данное свойство довольно очевидно ну там как-то его особо комментировать не очень хочется нулевой скалярно умножить на b будет мю а скалярно умноженный на b ну и соответственно все это дело можно обобщить мю а плюс лямбда b умножить на c равно мю а b плюс лямбда b c о прошу прощения у нас подкараулила очепятка конечно же здесь будет а на c итак ну давайте мы еще тогда с вами попробуем каким-то образом поиграться с нашим скалярным произведением но уже было бы интересно перейти к рассмотрению вещей которые позволяют нам вести координаты привычным нам способом давайте перейдем к рассмотрению конкретных типов систем координат итак перейдем к рассмотрению различных систем координат ну и чтобы сохранять какое-то подобие интуитивности которую мы вели давайте для начала мы с вами поработаем немножко с 2d системами то есть рассмотрим самую привычную самую любимую нами систему координат это двумерную декартову систему координат итак что она из себя представляет давайте вот этот вроде самый даже пожалуй беленький цвет x 0 y итак у нас есть две оси причем эти оси расположены в пространстве так что они перпендикулярны друг другу и образуют так называемую правую тройку так но у меня изображение скорее всего в кадре будет перевернута но если что это моя правая рука и правая рука у меня большой палец идет по оси x указательный палец идет вдоль оси y итак итак далее школе мы бы сделали что мы бы сказали простую вещь ребята давайте зададим единичный масштаб на каждой оси я хочу сделать так чтобы этот масштаб был одинаковым ну то есть здесь единица и здесь такой же длины единицы а что я сделал на самом деле смотрите у меня есть точка с координатами 0 0 точка с координатами 0 1 значит я могу утверждать что я задал два вектора вектор который направлен вдоль горизонтальной оси я назову его вектором и и вектор который вдоль вертикальной оси я назову вектором и так я в дальнейшем буду называть вот эти вектора и ж словом орты забежим чуть дальше орт от слова ортогональный что в научных кругах то же самое по сути что перпендикулярный вот но при этом слово перпы как-то не утвердилась в математике а слово орты все любят и используют и так что мы с вами знаем про наши вектора и ж первое длина и равна 1 длина ж равна 1 ну или что то же самое скалярное произведение вектора и на вектор и будет равно единице и скалярное произведение вектора ж на вектор ж также будет равно единице второй момент мы договорились что вектора и и ж перпендикулярны друг другу если у меня вектора перпендикулярны друг другу значит угол между ними 90 градусов а косинус 90 градусов как мы помним равен нулю отсюда мы понимаем что скалярное произведение и на ж также как и скалярное произведение ж на и будет ничем иным как нулем если у меня в некотором базисе выполняются вот эти два условия одновременно то я могу назвать этот базис о н б орто что значит ортогональный то есть базисные элементы которого перпендикулярны друг другу то есть второе условие орто нормированный нормированный то есть с векторами единичной длины то есть первое условие орто нормированный базис приятная вещь теперь с помощью этой приятные вещи мы с вами можем придумать то каким способом у нас в координатном представлении будет выглядеть наша операция скалярного произведения и так рассмотрим два вектора вектор а имеющий координаты x а y а и вектор б имеющий координаты x б и и так скалярное произведение а на б дает нам следующее подставим вместо а разложение вектора а по данному базису и ж значит у нас будет x а умножить на и плюс y а умножить на ж б воспользуемся свойствами линейности операции скалярного произведения тогда у нас координаты x а y а выйдут за знак скобочки и в скобочке останется и умножить на б плюс y а ж умножить на б разложим следующим шагом вектор б у нас остается x б и т плюс y б ж и т плюс y а ж и т умножить на x б и т плюс y б ж и т умножить вновь вновь воспользуемся свойством линейности получается x а x б и умножить на и плюс x а y б и умножить на ж и плюс y а x б ж умножить на и и плюс y а y б ж умножить на ж и так ну как мы понимаем и умножить на и и равно 1 и умножить на ж равно 0 ж умножить на и равно 0 ж умножить на ж равно 1 и того у нас получается x а x б плюс y а y б и и вот отсюда мы получаем с вами интереснейшую формулу в принципе если хотите мы можем сразу ее обобщить на 3d случай ну я думаю что вы и на 4d и на 5d и на 6d случай сможете ее обобщить x а на x б плюс y а y б ну если бы мы рассматривали трехмерный случай z а z b мы получили изумительную формулу которая из себя представляет координатное представление скалярного произведения в декартовой системе координат ну собственно ну собственно из нее же сразу следует что если мы хотим с вами получить формулу длины то у нас длина какого-то вектора будет из себя представлять x в квадрате а плюс y в квадрате а плюс z в квадрате а то есть фактически это выражение есть не что иное как трехмерная теорема пифагора которая напрямую следует из нашего условия в качестве домашнего упражнения я могу предложить вам найти формулу для косинуса между двумя векторами ну идея собственно очень простая вы можете записать скалярное произведение двух векторов если его разделить на длину вектора а и на длину вектора b то очевидно что вы получите значение косинуса между двумя векторами ну и осталось там может быть последнее что мне сделать да что если я там рисую какой-то произвольный вектор то очевидно что он у меня будет сколько-то единиц отсюда сколько-то единиц отсюда ну и то есть каждый вектор может быть выражен через и ж как мы это изначально с вами и предполагали в общем вот такая приятная удобная вещь декартова система координат которую мы с вами будем очень 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 часто пользоваться я привел пример 2d система но в 3d случае как мы с вами уже успели понять ровно ничего не изменяется и поэтому нам без разницы рассматривать 2d систему либо 3d систему мы с вами рассмотрели 2d декартову систему координат перейдем к еще одной очень интересной очень важной 2d системе к полярной системе координат в принципе я хочу надеяться что вы с ней тоже сталкивались методом взгляда на карты географические то есть в чем принципиальная разница полярной и декартовой системы координат если у нас система имеет какую-то прямоугольную симметрию ну вот например доска передо мной на которой я пишу она выглядит в виде большого прямоугольничка конечно мне будет по кайфу забить ее квадратиками но если вдруг я сталкиваюсь с каким-то объектом типа ведро стакан мяч то у меня уже вроде бы как какая-нибудь плоскость разреза этого объекта может дать не прямоугольничек а кружочек и у меня тогда меняется симметрия и я тогда всю мою бесконечную плоскость которая у меня есть буду забивать не прямоугольничками а кружочками ну или там если чуть аккуратнее окружности и так нарисуем вновь декартовы координаты x 0 y и нарисуем некоторый вектор координаты которого я хочу задать и так первая координата который меня интересует это будет длина этого вектора вторая координата которая меня интересует это будет уголок фи ну то есть у меня направление оси x это направление нулевого угла фи угол фи иногда называют еще полярный угол иногда говорят просто угол вот ну идея мы поняли что то подобное вы уже видели я искренне надеюсь в тригонометрии когда строили единичную окружность и так далее ну и как раз раз уж мы вспомнили тригонометрию не к ночи быть помянута то мы с вами сразу получаем формулы для перехода из одной системы в другую и отсюда же и обратно ну то есть очевидно что у нас вот это декартова координата x вот это декартова координата y ну нашего какого-то там вектора а тогда вот это координата роа фи а и у нас не возникает никаких проблем в нашей голове с тем чтобы записать что у нас x а очевидно будет равно роа умножить на косинус фи а а y в свою очередь будет роа на синус фи а ну то есть мы с вами научились переходить из полярной системы координат в декартову почему я говорю полярная система координат потому что есть точка полюс я я провожу кучу 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 окружностей соответствующего радиуса вокруг этой точки о ну и соответственно вот у меня получается первая координата линейная координата фиксирует радиус окружности вторая угловая координата фиксирует точку на окружности которая нас более всего и будет интересовать сразу же заметим с вами не отходя от кассы что если у нас вся плоскость в декартовых координатах выходила таким образом вся плоскость в декартовых координатах у нас не может быть длина вектора меньше нуля то есть отрицательно она быть не может поэтому у нас от нуля до плюс бесконечности ну и соответственно угол у нас что очевидно меняется от нуля до двух пи итак теперь нам осталось научиться переводить из декартовой системы координат координаты в полярную так ну что мы сделаем возведем каждую строчку в квадрат и почленно сложим тогда у нас получится х квадрат а плюс у квадрат а равно рог квадрат а которое за скобками косинус квадрат фи фи плюс синус квадрат фи как мы знаем дают нам единицу значит у нас для ро от а остается корень из х квадрат а плюс у квадрат а а угол мы можем найти почленно разделив например нижнюю строчку на верхнюю значит у нас ро сократится синус разделить на косинус будет тангенс тангенс будет равенgie разделить на х если у нас тангенс REALН грики разделить на х то сам угол у нас будет равен соответственно арк тангенс Y разделить на X. И вот мы с вами научились переходить из декартовых координат в полярные и из полярных координат в декартовые. Итак, еще одна любопытная вещь, которую хотелось бы научиться делать на нашем рисуночке, это то, как задается орто-нормированный базис в полярной системе координат. Итак, сам вектор А будет представлять из себя длину вектора А умножить на вектор ЕРО. Ну, то есть, фактически, это наше РО А умножить на ЕРО. То есть, как-то так будет выглядеть наш вектор ЕРО. Ну и, соответственно, второй вектор должен образовывать с ним правую тройку. То есть, он будет выглядеть как-то вот так. Что интересно, что если у нас вектор совершает движение, то у нас в полярной системе координат наши орты тоже будут совершать движение. То есть, они, строго говоря, в процессе движения не являются как бы прибитыми гвоздями, как это происходит, например, для декартовой системы координат. А в данной системе координат они будут двигаться вместе с радиус-вектором точки движения, которое мы потенциально будем изучать. Итак, рассмотрим теперь 3D-система координат. Ну, с декартовой системой координат, как мы понимаем, все очевидно, ничего не меняется. У нас точно так же есть оси X, Y, Z по оси X, это так называемая ось абсцисс, ось Y это ось ординат, ось Z, ось аппликат. И также у нас оси X, Y, Z должны образовывать правую тройку. Ну, и рассмотрим две системы, которые уже являются криволинейными, одна из которых это так называемая цилиндрическая система координат. Ну, совместим ее с декартовой системой координат. То есть ось X, Y, Z и точка 0. Значит, если я хочу рассмотреть какую-нибудь точку, находящуюся здесь, то я фактически делаю следующий переход. Вот, я поднимаю мое основание на интересующую меня высоту, то есть у меня вот эта вот будет высота Z. И в этой вот системе координат, то есть у меня будет ось X, ось Y. Ну, и соответственно, если там меня интересует какая-то точка, так, какой я там, ну, давай зеленым ее пометим, находящаяся, например, вот здесь, то у нее будет также координата Ро, координата Фи и координата Z. То есть система такого вида называется цилиндрической системой координат. Ну, и соответственно, она хорошо применяется к объектам, типа какой-нибудь длинный провод, что-то похожее на кружку, цилиндр, движение воды по обычным трубам круглого сечения. Ну, вот всякие такие штуки. Очевидно, что физики, они будут требовать какой-то подобной системы координат, и иной раз удобно будет в ней что-то как-то где-то посчитать. Ну, правила перехода, опять же, из системы в систему тоже предельно просты. На самом деле, здесь мало что меняется. То есть у нас X, Y, Z. Z будет равен Z. Y будет равен Ро на синус Фи. X будет равен Ро на косинус Фи. То есть мы имеем отдельно полярную систему координат, поднятую на какую-то высоту Z. Вот вся идея. Если мы хотим в обратную сторону, то вам уже, я надеюсь, должно быть очевидно, что Ро у нас будет корень из X квадрат плюс Y квадрат. Фи у нас будет арктангенс Y деленный на X. Ну, а Z, в свою очередь, будет оставаться Z. Это то, что касается цилиндрической системы координат. Итак, следующая история, которая нам интересна. Это так себе нарисованная, но тем не менее, но тем не менее, сферическая. Система координат. Также у меня правонаправленная X, Y, Z система, точка 0 где-то в середине. Ну, и, соответственно, если я хочу построить координаты некой точки, которая лежит в конце этого вектора, то я осуществляю следующую процедуру. Я опускаю перпендикуляр из вот этой точки А куда-то в плоскость X, O, A. Соответственно, у меня получается будет отрезок О, A штрих. Ну, а дальше координаты выбираются следующим образом. Значит, первая координата, назовем ее координата R, это длина отрезка О, A. Вторая координата, это, опять же, полярный угол Фи, который по-прежнему строится от линии Х до проекции, лежащей в этой плоскости моего исходного отрезка. И третья история будет строиться таким образом, что я провожу перпендикуляр на вот эту вот ось. Ну, и, соответственно, угол, который будет идти от этой оси до моего вектора, я назову его угол θ, иначе говоря, он называется азимутальный угол. Он будет идти сюда. Обратите внимание, чтобы покрыть все 3D-пространство, у меня там X, Y, Z должны застрять от минус бесконечности до плюс бесконечности, а переменная R, соответственно, от нуля до плюс бесконечности, Фи по-прежнему от нуля до двух Пи, а азимутальный угол, в свою очередь, он может находиться только от нуля до Пи, поскольку мы уже, когда возвращаемся сюда, то есть мы, по сути, получаем тот же самый азимутальный угол, только отраженный. Ну, и, соответственно, правила перехода из системы в систему, они тоже довольно просты. Очевидно, что Z это будет R умножить на косинус θ. Так, это более другая буква. Значит, тогда Y и X, это у меня были бы вот этот Ро, умноженный в случае X на косинус, в случае Y на синус. Фи. Ну, очевидно, что длина отрезка ОА' будет не что иное, как R синус θ. Ну, и вот у меня получается такая вот вещь. Очевидно, что если я пойду в обратную сторону, то в моей жизни мало что изменится. У меня точно так же R будет являться корнем из X квадрат плюс Y квадрат плюс Z квадрат. Фи у меня будет являться по-прежнему арктангенсом от Y деленного на X. Ну, вот с θ тут чуть менее приятная формулка. Ну, что ж, когда-нибудь это должно было с нами случиться. То есть, X квадрат плюс Y квадрат под корнем разделить на Z. И вот, вуаля, мы получили с вами то, что называется сферической системой координат. Ну, вы с ней уже сталкивались, как минимум, в географии. Как я говорю, кто из нас не держал в руках глобус Московской области? Так что на глобусе земного шара у вас, естественно, все это дело происходит. То есть, долгота, ширина, это, по сути, и есть произведение. Ну, это и есть данные нам принятым географами виде значения азимутального и полярного углов. Ну, естественно, что в нашей модели мы считаем Землю сферой. То есть, радиус везде одинаковый. И поэтому отдельно указывать его как географическую координату смысла нет. Но, вообще говоря, третья географическая координата это есть высота над уровнем моря. Ну, вот, в общем, это то, что мне хотелось бы рассказать вам про систему координат и различные типы координат, которые мы будем использовать в нашем курсе. Большинство курса будет выполнено в декартовых координатах, к которым вы привыкли. Но, тем не менее, я оставляю себе некоторую возможность периодически воспользоваться каким-то более хитрым методом описания какой-нибудь там механической или электрической системы, которую мы с вами в дальнейшем, возможно, будем рассматривать. Итак, вернемся еще раз тогда с вами к понятию скалярного произведения. Итак, вернемся еще раз к понятию скалярного произведения и введем следующий термин, который в физике используется сплошь и рядом. Проекция вектора А на ось, ну, скажем, х. Так вот, под проекцией вектора А на ось х мы будем понимать скалярное произведение вектора А на вектор И. Ну, соответственно, если я захочу получить проекцию вектора на ось Y, то вместо вектора И я возьму вектор Ж, если на ось Z вектор К и так далее. Итак, заметим, что это такое. Дальше разложим наш вектор по координатам. Воспользуемся свойством линейности. И на И плюс YАЖ на И плюс ZАК на И. Заметим, что вот эта штука по-прежнему один, это по-прежнему ноль, это ноль. И, значит, вся эта конструкция даст нам не что иное, как ХАТ. Ну, то есть, в принципе, хоть это математически не совсем корректно, но в дальнейшем я не буду сильно заморачиваться и видеть большую разницу между проекцией вектора на ось и его координатой, отмеренной по этой оси. В сущности, для меня это будет одно и то же. Ну, и раз уж мы сказали слово проекция, проекция бывает не только на ось, но проекция может быть на любое направление. Ну, то есть, мы хотим, например, с вами получить проекцию вектора А на направление какого-то вектора Л. Ну, опять же, идея очень проста, что проекция вектора А на направление Л будет скалярным произведением вектора А на направляющий вектор единичный направляющий вектор направления Л. А как проще всего собрать вектор единичной длины? Операция простая. мы берем сам вектор Л и делим его на длину вектора Л. Ну, и у нас получается единица на Л А скалярно умножить на вектор Л. простая, приятная формула. Так. Ну, вот буквально пара слов, которые мне хотелось сказать про проекции. И мы теперь с вами морально готовы, чтобы, как мне хочется, надеяться, наконец-то ввести для вас новый объект. Потому что, мне кажется, пока то, что я рассказываю, все является некоторым... Мне хочется верить, то, что это есть некоторое упорядочение всех тех знаний, которые у вас в голове уже есть. И вот сейчас объект, который, возможно, для вас новый. И я надеюсь, что он вас порадует своей новизной. Ну, если вы его знаете, я не опускаю руки. Возможно, на следующей лекции что-то новое случится. Итак, мы подходим к математическому объекту, который теперь будет называться векторное. Произведение векторов. Итак, в чем идея? Мы знаем с вами скалярное произведение векторов. И там была идея такая. Я беру вектор, умножаю на вектор и получаю скаляр. Логично, что для векторного произведения векторов я возьму вектор. Обратите внимание, как я оформляю векторное произведение векторов. Либо я его через крестик оформляю. И я получу длину вектора А на длину вектора В. Пока выглядит похоже. И вот у нас главных два отличия. Первое. Там был косинус. Здесь наступает синус. И второе отличие. Что я еще сюда ввожу некоторый вектор нормали n. Что такое вектор нормали? То есть это вектор, обладающий следующими свойствами. Первое. Вектор n перпендикулярен а и одновременно с тем перпендикулярен вектору b. То есть он в принципе перпендикулярен плоскости, в которой лежат вектора а и b. Второй момент. Длина вектора n равна единице. Он нормирован. И третья история. Что вектора, причем именно в таком порядке, а, то есть то, что стоит первое, потом b, то, что стоит второе, и вектор n образовывают правую тройку. Значит, что такое правая тройка и левая тройка? Скорее всего, вы увидите меня в развернутом изображении, но вот это моя правая рука и три пальца на моей правой руке образовывают правую тройку. Первый вектор, второй вектор, третий вектор. А на моей левой руке, соответственно, первый вектор, второй вектор, третий вектор образовывают левую тройку. И как бы я тут не развлекался, не ужимался, не крутил, вертел руками, у меня никогда не получится совместить правую и левую тройки векторов друг с другом. Это принципиальная асимметрия природы или математики, если хотите. Тогда что же делать в такой ситуации? Ну, как мы знаем, что большинство математиков люди, а большинство людей правши. Следовательно, большинство математиков правши. По этой причине в свое время в качестве базовой тройки была выбрана правая тройка. Если честно, других причин, почему была выбрана правая тройка в качестве построения той математики, которой мы пользуемся, я больше не знаю. Поэтому мы будем исходить только из логики первого порядка. В общем, мы будем пользоваться правыми тройками и, соответственно, с помощью этого строить векторное произведение. Ну, давайте попытаемся нарисовать векторное произведение векторов. Допустим, у меня есть вектор А и есть вектор В. Итак, я беру свою правую руку, по вектору А направляю первый большой палец, указательный палец по второму вектору, и третий вектор, он у меня будет указывать, куда у меня будет направлен третий вектор, перпендикулярный им обоим. Ну, давайте там, я изберу путь наименьшего сопротивления, я скажу, что у меня вектор будет направлен просто в доску. От меня в доску. Раз, два, три. Чтобы мне не заморачиваться с рисунками, потому что иногда нарисовать хороший рисунок оказывается сложнее, чем тебе кажется. Мы получили с вами очень интересную операцию, с на самом деле очень интересными свойствами. Итак, свойства векторного произведения. Первое, любопытнейшее свойство. В умножить на А будет равно минус А умножить на В. Ну и действительно так. Потому что сейчас, если я заменяю угол альфа на угол минус альфа, то у меня здесь уже стоит не добрый косинус, который что так, что так, дает мне одинаковое значение, а злой синус, который меняет знак. Ну и, соответственно, у меня получается тогда длина А не меняется, длина В не меняется, n какой был, такой был, но он меняет направление. То есть, если я возьму В умножить на А, это получится то же самое, что минус А умножить на В. Ну и отсюда же следует второе замечательное свойство. Если я вектор А, векторно умножу на себя самого, то я получу не А в квадрате, как многие захотели бы думать, а четко ноль. Ну, две причины. Первая причина, что опять же, вектор А и вектор А, синус между ними равен нулю, синус равен нулю, значит ноль. Вторая причина, это, если я вот здесь вместо В подставлю А, то у меня А умножить на А должно быть равно минус А умножить на А. А это возможно в единственном случае, если А умножить на А равно нулю. Ну, и, собственно, третье свойство векторного произведения, это свойство, связанное с его линейностью. То есть, если мы рассмотрим, условно говоря, произведение А на лямбда В плюс мю С, то есть с точностью до очевидного мы получим лямбда АВ плюс мю АС. Ну, и, собственно, сейчас мы попробуем получить координатное представление просто в декартовой системе координат векторного произведения векторов. Ну, и, соответственно, так как вывести напрямую это сделать слегка сложновато, мы возьмем с вами, воспользуемся читерским ходом, мы придумаем некоторую комбинацию и убедимся, что эта комбинация асимметрична и линейна, то есть удовлетворяет всем трем вот этим типам свойств. Если она действительно это делает, значит, мы получили, значит, мы получим координатное представление векторного произведения векторов. Итак, запишем, так, ну, как скажем, координатное представление координатное представление векторного произведения. Итак, значит, история такая. Мы помним, что то, что мы должны сделать, в обязательном порядке должно быть антисимметричным, то есть удовлетворять тем свойствам векторного произведения, которое мы с вами выбрали. Я предлагаю для начала записать векторное произведение Ну, пока что в виде некоторого мнемонического правила, в общем, смысл которого мы пока типа не понимаем, вот, поскольку в школе структуры подобного рода не изучаются, но тем не менее. Нарисуем маленькую табличку размера 3х3, верхний ряд, который я впишу ИЖК, в среднюю строку, которой я впишу АХ, АУ, АЗ, а, соответственно, в нижнюю строку, которой я впишу ВХ, ВУ, ВЗ, то есть ОРТЫ, координаты первого вектора, координаты второго вектора. И теперь я создам мнемоническое правило. Правило двух диагоналей. Вот это я назову главной диагональю. Она красненькая, пускай со знаком плюс. Вот это я назову побочной диагональю. Она со знаком минус. И теперь я хочу получить некоторую конструкцию из плюсов и минусов элементов этой таблички, беря их по принципу один элемент с каждой строчки. Итак, смотрим главная диагональ со знаком плюс. Хорошо. Смотрим, что еще параллельно идет нашей главной диагонали. Например, ж Аз БХ. Вот такой треугольничек. Треугольничек КАХБЮ. Это все идет со знаком плюс. минус. теперь берем побочную диагональ со знаком минус и все, что параллельно ей, будем брать со знаком минус. Ну, хорошо, ладно, давай широко писать. Значит, минус А, Игрек, БХК. Значит, вот эта штука. Минус АХ БЗ Ж и последняя в этой истории минус АЗ БИК И. Приведем это все к общему знаменателю. то есть А, Игрек, БЗ минус АЗ БИК И плюс АЗ БХ минус АХ БЗ Ж плюс В последнем у нас остается АХ БИК минус АУ БХ К. Ну, как вы видите, вот эту штуку запомнить на память крайне сложно, поэтому вот это мнемоническое правило, оно нам крайне здорово пригождается. И так, значит, что мы получили, если внимательно приглядеться. По сути, мы получили координатное разложение некоторого вектора, для которого Х-координата будет выглядеть как АУ БЗ минус АЗ БИК ИГРЕК координата АЗ БХ минус АХ БЗ Ну, и последнее, соответственно, АХ БИК минус АУ БХ Супер! Мы с вами получили вектор с вот такими вот сложными координатами. Ну, то есть, можно, например, так вот схалтурить, нарисовать здесь знак отсюда следует отсюда следует что А умножить на Б равен вот такому вот вектору. Замечательно! Убедимся, что данная комбинация действительно является антисимметричной, то есть, будет удовлетворять всем тем свойствам, которые мы накладывали на векторное произведение. Итак, первое. То, что у нас, если мы возьмем Б, умножить на А. значит, чему это получится? Ну, соответственно, у нас здесь АЗ Б Б, Минус А, У, Б, З, А, Х, Б, З, минус А, З, Б, Х, А, 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 Б, Х, минус, А, Х, Б, И, Грек, Ну, и действительно, мы видим, что это то же самое, что вектор сверху, но перед которым стоит знак минус. Ну, таким же способом, недолго думая, мы проверяем, что А умножить на А действительно будет там А, З, А, Минус А, даст нам 0, 0, 0. Но в этом очень легко убедиться, я не хочу тратить время это расписывать, вот, ну, кому не лень, можете это сделать. Ну, и третье свойство, свойство линейности, то, что у нас А умножить на лямбда Б плюс мю С. Ну, то есть, мы точно так же можем пойти, проверяя координатное представление, и убедимся, что эта штука, если мы аккуратно проделаем этот путь сквозь координаты, что она нам даст лямбда А умножить на Б плюс мю А умножить на С. Но, как вы понимаете, как только мы с вами ввели скалярное произведение и векторное произведение, то теперь нас уже не остановить. Очевидно, что следующий объект, который мы с вами захотим придумать и посмотреть, это, а что будет, если мы рассмотрим смешанное произведение. То есть, мы возьмем два вектора, перемножим их векторно, а потом результат их произведения мы домножим с вами на ну, какой-то еще вектор скалярно. Итак, ну, попробуем проделать эту операцию. Итак, следующий объект, который мы рассмотрим, это смешанное произведение векторов. Смешанное произведение векторов. Ну, если честно, на уровне идей здесь одно название, поскольку эта конструкция просто вот такого вида. А скалярно умножить на векторное произведение В на С. Итак, посмотрим, что же это такое и какой у этой штуки есть физический смысл. Ну, даже возьмем какой-нибудь другой цвет, чтобы нам было веселее. значит, мы оставляем вектор А, ну, а здесь, в этой скобочке, у нас длина вектора В, длина вектора С, синус угла между ними и вектор нормали Н. Я выношу все скаляры за знак произведения. Итак, прикольно, потому что В умножить на С умножить на синус А, это есть не что иное, как площадь некоторого параллелограмма, параллелограмм, сложное слово, построенного на векторах В, С. Ну, то есть, у меня есть вектор В, есть вектор С, я строю параллелограмм. Ну, действительно, вот длина вектора В, длина вектора С, вот угол альфа. Каким-то образом к ним направлен угол, вектор А. Так вот, мы с вами помним, что вектор Н это вектор, который направлен под прямым углом каждому из этих двух. И это единичный вектор. Значит, у меня записано А умножить на Н скалярно. Значит, это проекция вектора А на направление Н. Ну, то есть, вот я проецирую А на вектор Н, и у меня получается что-то типа высоты А. А. Значит, вот эта штука есть А на Н, то есть, есть высота. И что же у меня получается? Площадь параллелограмма умножить на высоту. Ничего себе! А это есть ничто иное, как объем параллелепипеда. Объем параллелепипеда, построенного на векторах А, Б, С. Параллелепипед, построенного на векторах А, Б, С. Ну, строго говоря, вот чтобы это прям стало объемом-объемом, я должен здесь еще поставить знак модуля, чтобы никого не обманывать. Потому что, если я поменяю местами вот эти там штуки какие-то из них, там, Б и С, например, местами, то у меня может перед объемом параллелепипеда выскользнуть знак минус. Но если я поставлю знак модуля, то я сразу получаю, что у меня модуль смешанного произведения есть объем параллелепипеда, построенного на векторах А, Б и С. Довольно удобная штука, довольно полезное знание. И еще последняя вещь, которую мне хотелось бы рассказать в этой теме, это так называемое двойное произведение векторов. В общем-то, идея та же самая, двойное произведение векторов. Значит, мы берем вектор А и вектор умножаем на уже перемноженные между собою вектора В и С. Ну, очевидно, что В умножить на С это будет некоторый вектор, вектор умножить на А тоже будет некоторый вектор. И вот сейчас мы с вами докажем очень прикольную формулу с очень веселым названием. Эта формула называется БАЦ минус ЦАП. Б на скалярное произведение АС минус С на скалярное произведение АБ. Значит, наша с вами задача доказать вот эту формулу. Возьмем уже полюбившийся нам фиолетовый. Итак, первое. Пущай, у нас есть некоторый вектор D, который есть не что иное, как вектор B, вектор на умноженный на вектор С. Ну, давайте по-честному пытаться записать его координаты, зная правила построения векторного произведения. Значит, BY CZ минус BZ CY CX по-честному это значит, по-честному BZ CX BZ CX минус BX CZ ну, и по-честному остается BX CY минус BY CX ну, иными словами вот эта вещь у нас это наш DX это наш DY но это в свою очередь DZ ну, а второе, что мы хотим сделать это мы хотим найти A умножить на B умноженное на C то есть мы хотим найти произведение A на D ну повторяем ту же самую запись только вместо B надо писать A а вместо C надо писать D то есть у нас получается AY DZ минус AZ DY AZ DX минус AX DZ AX D Y минус AY DX супер теперь вместо DX DY и DZ мы подставляем те значения которые у нас получились в первом пункте я я я немного четерну я буду рассматривать только X элемент понимая что в Y и Z элементах происходит то же самое ну то есть AY умножить на DZ где DZ представляет из себя BX CY минус BY CX минус AZ умножить на DY где DY это BZ CX минус BX CZ двоеточие ну и там все такое же мы делаем в двух оставшихся штуках нам достаточно будет понять структуру одной из нее автоматически выйдет все остальное и так вынесем BX оттуда откуда это возможно отсюда возможно возможно получаем AY CY AY BY CX здесь нет BX AZ BZ CX здесь нет BX минус на минус плюс AZ BX CZ BX выносим остается плюс AZ CZ так хорошо значит из второй истории я выношу CX значит у меня тогда CX со знаком плюс откуда выносится а со знаком плюс то он ниоткуда не выносится он везде выносится у меня со знаком минус минус CX значит у меня остается AY BY плюс AZ CZ и вот теперь я делаю следующий забавный трюк я добавляю в мою систему AX BX CX и вычитаю AX BX CX как вы понимаете то что я добавил и вычел одно и то же никоим образом не меняет значение моей суммы так что же тогда получается прибавим первый член который мы записали к нашей первой скобке и тогда у меня остается BX плюс простите BX умножить на AX CX плюс AY CY плюс AZ C Z минус CX на AX BX плюс AY BY плюс AZ BZ ну две оставшиеся части претерпевают абсолютно те же самые изменения слушайте друзья мои ну остается заметить фундаментальное то что у меня вот это это есть скалярное произведение вектора A на вектор C а вот это есть вектор A на вектор B тогда что же получается у меня у меня получается что можно вынести из-под скобки BX ну очевидно что здесь останется BY BZ и это все умножить на AC минус CX CY и CZ умножить на AB ну естественно вот это есть вектор B а вот это есть вектор B я практически в лоб всего лишь с одной маленькой хитринкой получил наикайфовейшую формулу бац минус sub и так на самом деле за вот этот первый параграф который мы с вами уже успели разобрать мы получили довольно много инструментов мы теперь с вами умеем записывать различные операции над векторами а именно их сложение умножение на число их скалярное их векторное произведение и даже более сложные производные операции от векторного или скалярного произведения мы понимаем их геометрический смысл мы понимаем как с помощью координат мы можем изучать чисто геометрические объекты то есть в дальнейшем когда нам нужно будет в задачах явной откровенной физики перейти от какого-нибудь вектора либо чего-нибудь подобного к чему-нибудь хорошо считаемому координатному дорожка у нас пройдена и все что нам останется это использовать эти вещи при построении физических историй либо решении конкретных физических задач задач